Две лекции прочтет Владимир Садкович Юрсен, которого я... Я сначала... Да, я как раз задумался. Да, до того, как Генсбург называл меня по-английски. Когда вообще началось, когда мир открылся, то я уже и забыл, что... Вы знаете, в соседней комнате сидит дама, которая с собственным отцом расходится в мысли, как ставить ударение. Понятно. Так что тут все бывает. Ну хорошо. Пожалуйста. Да. Алексей попросил меня, так сказать, в данную из лекций анзацу-бета. Это, к сожалению, очень невыигрышная тема, потому что, да, она забудная, но в то же время анзацу-бета это вообще часть таких... В общем, это великое достижение в физике одномерных систем. Какое-то элементарное знакомство с ним оправданно. Так, это работа Бета по анзацу. Это 1931 год, и это одномерная цепочка, Гайзенбергская започья. С тех пор Бета-анзац развивался в нескольких инкарнациях. Имеется простейший вариант вот такой, как каким-то, сказать, с каким-либо делом Бета, который я вам буду сегодня рассказывать. Это координатный бета-анзац. Есть логибраический бета-анзац, там, где предпочитают писать компонентационные отношения операторов, в основном Фадеевской школы и зарубежные коллеги. Кроме того, существует несколько типов систем, то есть, я бы сказал, два основных типа систем, к которому прилагается Бета-анзац. Все эти системы одномерные, но в одном типе систем вы имеете дело с объемными свойствами среды. Например, с одномерным бозегазом, с той же самой Гайзенбергской цепочкой. А в других вы имеете дело с привисными задачами. Может быть, с такомерными привисными задачами, которые также сходятся координатным обновлением. Теперь, что такое, почему в одномерии некоторые задачи оказываются точно решаемы? Причина очень проста. Если у вас имеются две частицы, ставки частицы, одна догоняющая друг друга, и у них имеется волновой вектор К1 и К2, и соответственно энергия Эпсилон К1 и Эпсилон К2, то после столкновения вы должны удовлетворить закон о сохранении импуса и закон о сохранении энергии, при том, что у вас практически нет в одномерии обширного фазового пространства, нет углов, которые вы могли бы вот эти уравнения, которые обеспечивали бы вам многообразное решение этой системы уравнения. Например, в трехмерии, если у вас сталкиваются две частицы, они могут рассеиваться в трех или двухмериях под каким-то произвольным углом. В одномерии это был... Сразу вопрос. Означает и сказанное, что наличие тройственных столкновений все гробят как правило, да, как исключение, нет. Вот этому исключению будет посвящено лекции. Значит, у частиц при бинарном столкновении как правило есть только одна возможность обменить либо они сохраняют импульсы КАЗНО, 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 Либо они меняют меняются местами КАЗНО, 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 ну и соответственно наоборот. КАЗНО, 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 Теперь, когда речь идёт о трёх частичных столкновениях, то иногда возникают такие ситуации, когда у нас частицы, допустим, сталкиваются в определённой последовательности. 1, 3, 2, затем частицы 2 и 3 поменялись местами, затем частица 3, 1, 2 поменялась местами, затем частица 3, 2, 1, вот именно такой конечный столкновение. И этот процесс характеризуется каждый раз фазой рассеяния, здесь будет 2, 3, здесь добавится фаза перестановки вот этих двух, фаза 1, 3 и, наконец, фаза 1, 2. Это один путь. Второй путь, например, такой. Сначала вы переставляете частицы 1 и 2, 2, 1, 3, затем 2, 3, 1, затем 1 и 2, 1. И здесь будут добавляться фазы бинарных столкновений уже в другом плане. И вот если эти результаты, вот если эти волновые функции совпадают, то есть если переход отсюда сюда и переход отсюда сюда приводит к одинаковому набору фаз, поэтому это означает, вот это и есть такой упрощенный, огрубленный критерий существования, возможности построить многочастичные решения. Это такой неточный ответ на ваш вопрос. Для простых систем, когда у вас имеются точечные частицы и их внутреннее состояние описывается только волновым вектором и нет никаких других ступеней свободы, это выполняется, потому что у вас просто результаты последних столкновений, установка форс, которая скалярна. Но если фаза, если фаза, так сказать, в обобщенном смысле является матрицей, является неким унитарным преобразованием, действующим на функцию отдающихся действий, тогда это уже приводит к несоответственно реальным коммутационным соотношениям, которые то ли выполняются, то ли нет. Хорошо? Вот так. Теперь давайте конкретики. Понимаете, вопрос точечно-соспособствует. Но точечность является достаточным условием, но не необходимым, потому что, например, потенциал, если у вас потенциал единицы на х квадрат, то это тоже приводит к интегрированию в стиле. Обратный квадрат, потенциал в виде обратного квадрата тоже... Есть простое объяснение, почему точечность способствует? Точечность способствует, потому что после столкновения, как вы разлетелись, столкновение происходит в объеме, где у вас имеются только две частицы. Можно сказать, что точность означает мгновенность фактически? Можно, конечно. Да, Андрей, сразу тебе это не бывает. И в крайнем столкновении, что три частицы в радиусе... Ну, конечно. Но с потенциалом единицы на х квадрат, пожалуйста. Тем не менее. Хорошо? Ну, это совсем такое элементарное объединение. Значит, вот это выделенная роль однамерия. Теперь я буду рассказывать, ну, как бы в той последовательности, в которой я сам когда-то знакомился со всеми этими идеями. Дело в том, что кроме работы Бета, ну, в твердотельном таком комьюнити, пожалуй, Бета-Ансадс не был особенно распространен. До 1982 года, когда вдруг оказалось, что... Я это показал Пашу Бигман, потом Бигман... Практически независимо на там Андрей, мы смогли точно решить модель Фонда. Трехмерный, мерный тоже не важно. Вот я начну с модели Фонда. Как модель Фонда сводится к одномерной задаче, и я не буду рассказывать ее решение, а потом вместо этого я перейду к другой, еще более простой, примесленной модели. Значит, модель Фонда, она имеет для тебя следующее, и имеется свободный элемент. Взаимодействующий со спиновой примесью. Находящийся в начале карты. У вас имеется в примесь. Находящийся в точке в начале карты. И имеющийся взаимодействие с электронами по следующему изотропному. В случае изотропного взаимодействия, спинопримеся со спином электронами. Здесь Сигма – это спин электронов, а здесь Сигма – это матрица Пауэля. То есть матрица Пауэля – Сигма штука Сигма. Здесь просто скалярное произведение двух вектаров. Матрица Пауэля – понятно объяснение. И С – это прибитый гвоздем спином? Нет, это не прибитый гвоздем спин. Это спин, это оператор спина, который удовлетворяет коммутационным соотношением. Он не прибит, но он не имеет собственной энергии. То есть в отсутствии взаимодействия этот спин совершенно свободно болтается по пространству. Но из-за того, что он взаимодействовал со спином, с электронами, он ведет себя довольно сложно. Эта модель рассматривалась много лет в физике, потому что ей описывается проводимость металла вот с такими вот магнитными добавками. Ну, я не буду об этом говорить, она имеет там определенные особенности, связанные с тем, что на низких температурах спин, спин-тримесик, когда оказывается, экранируется электроном. То есть, грубо говоря, электрон связывается со спином, и этот объект перестает рассеивать электроны. Значит, проводимость, это способствует росту проводимости, а при высоких температурах, наоборот, спин свободно болтается и начинает рассеивать электроны. И это способствует одению проводимости. И вот это все экспериментально наблюдалось, долго была загадкой. На самом деле, были какие-то более-менее приближенные решения этой проблемы, включая ремонт групповой подход. Вы, наверное, рассказывали, как можно из ремонта получить характерную оценку температуры фонда, но точного решения нет. И вот, когда успешно был бета-анзас применен к решению этой задачи, это вызвало очень широкий интерес. То есть, Вигман натурально прочитал работу 50-летней давности. Что случилось? Как это произошло? Вы знаете, эти работы, я не знаю, на самом деле, я не знаю, как это было. На самом деле, работа бета, она входила в некоторые даже учебники по магнетизму. Как пример, когда спиновые цепочки всегда и давно были в центре внимания магнитной общественности. Ну, поскольку в спиновых цепочках, как правило, нет малого параметра, то любое точное решение всегда обсасывается с разных сторон, и оно является основой для того, чтобы строить над ним теорию измущения, и вообще проверять, или будут правы результаты, и так далее, и так далее. Поэтому, в принципе, те, кто знали, те знают, в осуществлении этой работы бета. Теперь я сказал, что речь идет о успехе работы бета связан со нами. Спрашивается, как отсюда перейти под нами? Я думаю, что вот это и было таким вдохновляющим для Паши мотивом, что если... Давайте посмотрим на то, как себя ведет... Что объясняет этот гаминтонемент? Что налетает какой-то... налетает электрон и улетает электрон. Улетает электрон Ксигма, улетает электрон Ксигма штрих. Ксигма штрих. Прямость точечная. Прямость точечная. Вы знаете из теории рассеяния, что если мы разложим плоскую электроны, нельзя надеяться еще. Поэтому вот мы можем такой акт единичного рассеяния рассматривать как акт, происходящий с одним единственным электронами. Тогда мы можем эту плоскую волну, этого электрона, разложить по угловым гармоникам. И тогда оказывается... Ну, мы знаем, что угловые гармоники при взаимодействии с точечной примесью основной вклад дает нижайшая С-гармоника. Прекрасно. Давайте вместо вот этого выражения давайте напишем... перейдем от вектора К, перейдем в полярные координаты, и будем говорить о моделях вектора К, и об угловых зависимостях, которые соответствуют гармонике Элера-монилю, то есть С-расея. Прекрасно. Тогда что мы будем? Тогда что мы получим? Оставляя только С-расея, мы получим здесь, в этом гаминтониане, мы забываем про углы. У нас здесь модуль К, штрих и модуль К. С-расея. Никакой угловой зависимости нет, потому что у нас изотропная С-расея. И, наконец, мы учитываем следующее соображение. Примесь сладенькая. Все энергетические масштабы, связанные с величиной взаимодействия, малы по сравнению с характерной энергией фермы. Вот у нас имеется вот такая, в сущности, физическая постановка в проблеме комнаты. Имеется заполненная электронами фермы сфера в К-пространстве. Это заполненный трехмерный К-пространстве. Вот условия. Заполненная электронами фермы сфера. Это радиус фермы. И он очень большой. А примесь сладенькая. А это энергия фермы. Ну, если у вас низкие температуры, то электроны могут немножко там приподниматься над этой поверхностью. Слово падать внутрь. Но важно следующее, что если вот эта же константа взаимодействия мало в каком-то смысле, то все характерные изменения системы, состояния системы происходит только вблизи поверхностей. То есть просто представьте себе, что у вас есть глубокое море, и вы решаете задачу в той части поплавок. Поплавок, конечно, вызывает какие-то там волны на поверхности этого моря. Волны, в общем-то, никогда не узнают о том, что есть дно, а никогда не узнают, что есть небо. Вы живете просто на поверхности, на слабой пункте, и вы живете почти в 10 поверхностей. Что это означает? Что можно сделать следующую заметку. К, это есть К фермы, то есть дельта К, где дельта К много меньше, чем К. То же самое можно сделать из К штуки. Оба электрона собирают вблизи поверхности фермы и вблизи поверхности фермы. Теперь мы знаем, как ведет себя Эпсилум. Разложим фермы поверхности, а В разложим ферме энергии, из которой мы вычтем химпотенциал, то есть тот же самый верхний фермы. Мы увидим, что в этом выражении есть В ферме на дельта К и В ферме, да, В ферме на дельта К. Итак, у нас имеется следующее видение. Давайте я просто поправлю здесь. Я уберу суммирование по всем волновым векторам. Я ограничусь только гармоникой С равному В, а здесь будет суммирование по модулю К. И затем я сделаю следующее. Вместо этих операторов С модуль К, я буду рассматривать операторы С от дельта К. Ну, потому что К ферме за дельта К, нам достаточно рассматривать дельта К. Итак, у нас гимпинян будет метод. Сумма по дельта К, В первая, дельта К, С крест от дельта К, С дельта К, С дельта К, С и плюс че, которое уже выпустило. j сюда еще наштым цикл 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 Ну хорошо, теперь все, что нам теперь надо сделать, это следующее. Заметьте, что мы теперь живем... Дельта К — это скаляр. Потому что Дельта К характеризует отклонение модуля К к кофе. Ну, это отклонение может быть и положительным, и отрицательным. То есть Дельта К понимает как отрицательные, так и положительные значения. Но это скаляр. Либо отрицательные, либо положительные. Поэтому то же самое Дельта К. Поэтому, заметьте, задача у нас сразу стала уже одномерная. Она одномерная. У нас нет другого параметра, если не считать вот этой спиновой структуры. У нас нет никакой большей... Ну, это произошло в тот момент, как... С волна наставьте. Совершенно верно. Ну, это два момента. Я оставлю ее с волны. И второе, я говорю о том, что взаимодействие имеет место только без эфировой параметрии. Тогда получается не менее... Да, Юрий Александрович. Но еще там, по меньшей мере, какой-то положительный коэффициент, который учитывает, что у вас для двух разных К, в первой части, может быть одной и тоже Дельта. Правда? Вот здесь. Ну да. А, ну это уже Дельта К? Да. Дельта К? Вот мы перешли от переменных К вектор К. Да. От переменных К. Да. Дельта К. Да. Дельта К. Это плотное состояние. Да. Она туда попадает. Плотное состояние. Я сейчас просто вообще сделаю следующую вещь. Я от этого выражения перейду к фолье представления. Я введу непокративную переменную координатой х. И скажу, давайте вместо... давайте введем такой оператор. Полевая оператор С от х, который равен сумму по Дельта К. Сумму или интеграл. Я сейчас не слежу за фаторами объема. Там за bP и т.д. и т.д. Е в степени и Дельта К на х и С Дельта К. Сильный. Сильный. И вот я сделаю такое фолье представления. Я все-таки влезу с историческим экскурсом. В работе Андерсона по Ренорм-группе примерно так все и написано. То есть, конечно, понимание сообщества. Конечно. 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 Но теперь, когда мы подставим это выражение сюда и сюда, мы просто получим одномерный генитрион в следующее видео. Вот я его сейчас уберу. Вот это вместо него я просто не решу. В одномеризовом видео мы получим следующее. Ваши объекты. Интеграл дx. Церклус x. Винус i. В на dx. Церклус x. Сигма. 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 Джей. Сигмас. Сигмас. Экс. Сигма. gouvernement. Сигма. Матрица B ahp. Сигма. С7 штрих умножен на 2,3 раз С7 штриха. С7 от X и тут от X на процессе. Вот это одномерный гометаниал. Одномерный гометаниал одномеризованный модель. Владимир Александрович, а разве в данном случае, когда мы перешли уже к некоторой эффективной X, у нас не появляется в каком-то смысле то, что, как раз говорил Олег, что спин-то получается и прибитый? Спин? Он не прибитый. Почему? То есть спины хоть и разные. Да, то есть все аргументы просто в нем зашиты. Имеется в виду, что там, ну, казалось бы, что если он изначально не прибитый, там, может, ну, хотя бы изначально должен от X зависеть, и, соответственно, вот, когда мы переберем. Это оператор, он не зависит от X. А, это все. То есть в простом смысле он был прибитый с самого начала, у него не было координат. А, нет, то, что он прибитый, то, что он, то, что спин сидит в определенном месте, это было с самого начала. Ну вот об этом речи. А, об этом речи. В этом смысле прибитый. Да. Но он способен вращаться. То есть песня является замороженным классическим. Он прибитый гвоздем, но он может вращаться. Он может вращаться. Они все полирать хотят сделать, я прямо чувствую. Ну хорошо. Вот. Дальше, обратите внимание, что эти электроны движутся в одну сторону. Вот такая особенность этой одномерной модели, что электроны здесь керальны. Они все движутся в одну сторону. Как бы. И как это понимать? На самом деле, понимать очень просто. Вот была падающая волна, вот она как бы... Я сказал, что вот эта координата Х, одномерная, она условна. Она просто является параметром к улевле образования. Но физически можно понимать это так, что вот двигалась волна. Как бы, набитала волна. Будем считать, что вот эта координата Х, которая начинается отнимать бесконечности и летит сюда. Затем волна была рассеянная и продолжает двигаться теперь в обратном направлении. Вот мы разогнем условно эту ось, и мы получим вот такую мнемоническую картинку, такую гуманную, вот, того, что здесь написано. Ну, хорошо случится. Чем любопытно эта модель? Мне нет, конечно, backscatter. Никакого нет обратного рассея. Потому что электроны распространяются только в этом направлении. И все, что они могут сделать, поменять знак. Тоже поменять значение спины. по этой картинке. Вот картинка. Летит электрон со спины сигма, разнодействовав со спины, которая здесь сидит, летит дальше, а уже с какой-то... с проекцией силы штриха. Ну, прошел, значит. Теперь можно эту задачу... Она стала одномерной. Оказывается, что она решается методом, адзатом Бёте, о котором пойдет еще речь дальше. Но это не самая простая задача. Вот я просто упомянул о ней для некое историческое введение. Для меня, в целом случае. Вот. Вот теперь... Виндосак, извините. Все-таки точно решается методом? Да, конечно. Точно решается вот эта атомеризованная модель. Это плотное состояние. Это надо пересмотреть. Нет, на самом деле здесь плотного состояния-то и нет. У Кюрвей здесь плотное состояние. Да. Вот сюда зашито все. Вот это фермерская скорость. Мне очень приятно сейчас. Сейчас, еще раз. Давайте, чтобы у меня не было неясности. Вот у вас имеется... После того, как вы перешли от вертолем К, вы перешли к модулу К, который вы представили... Значит, теперь у вас электроны характеризуются выражением... А, я кажется... Да, я забыл, что там только из волна. Только из волна. То есть вы потеряли большое число всяких степеней свободы дополнительных. Это я вспомнил. Хорошо. Если вопросов нет, то я продолжаю. Ну, просто успех этой модели, он вызвал много всяких интересных последствий, размышлений. И, в частности, это мотивировало Валеру Рупасову и меня, в 1984 году, попробовать применить то же самое квантовые оптики. Модель 1. И это было сделано. И это гораздо более простая модель. Теперь я скажу об этом пару слов, прежде чем мы перейдем... Даже не пару слов. Я немножко поговорю об этом, а потом уже перейду в это анзацию для термогенетика. Именно. Есть такая проблема модели. Выглядит следующая модель. У вас имеется великолепный момент. Электромагнитного поля. Ну, давайте назовем это. А, РС, К, А, К, А, К, С, А. Это фотоны. Свободный поток фотонов пространства. Которые могут взаимодействовать с системой... Констант взаимодействия, например, в корне из атома. Они могут рассеиваться, воплощаться ансамблем двухуровневых атомов, с резонансовым переходом. Которые сидят, например, в маленьком объемочке, в таком, что это много-меньшущая длина волны резонансного перехода. Вот имеется резонансный атом. Каждый двухуровневый атом с резонансным переходом может рассматриваться как некоторый эффективный спин. Такое, что, скажем, состояние, когда атом внизу отвечает состоянию эффективного спина вниз, а когда атом внизу, давайте признать состояние эффективного спина вниз. А вот эти двухуровневые атомы одинаковые? Да, одинаковые. Ну, для простоты одинаковые. Можно, на самом деле, ансация распространяется на случай, когда иметь неоднородную шею. Давайте считать, что все они одинаковые. Тогда они взаимодействуют со светом таким образом. Сумма по всем атомам g от единицы до n У вас имеется налетающий фотон, который гибнет, но возбуждает атом. Имеется обратный процесс, когда атом когда фотон когда атом переходит в основное состояние, но затем рождается фотон. И мы должны написать какие-то коэффициенты, соответствующие матричному переходу. Как правило, это дипольный матричный переход. Он зависит от того. Теперь... Ну, формально этот гментаниан отличается от этого естественного, потому что, во-первых, это бозоны, а это формионы. Дело даже не в этом. Потому что формионы электронные сохраняются, а здесь бозоны гибнет и возбуждают атомы и набрать. Тем не менее, эта задача тоже может быть одными ризотами. Вот примерно тем же путем. Если бы мы могли, мы бы хотели, чтобы разложим электромагнитное поле по гармоникам. Конечно, наибольший вклад дала бы сюда нулевая гармоника, которая не существует, к сожалению, у электромагнитного поля нет нулевой гармоники. И нижайшая возможная гармоника соответствует моменту L равной единицы. Это соответствует дипольному взаимодействию света с мадукным. Хорошо? Тогда давайте сделаем то же самое. Давайте ограничимся гармоникой L равной единицы. Теперь эта гармоника L равной единицы может иметь еще какие-то проекции волнового вектора света, иметь какие-то поляризации. Ну, скажем, 0, 81. Давайте предположим, что все атомы, все дипольные моменты перехода этих атомов ориентированы в той какой-то рассеи. И тем самым, ну, допустим, это какие-то анизотропные молекулы или атомы с каким-то, с выделенным направлением перехода. Тогда мы можем выбрать, тогда из этих трех поляризаций только одна поляризация именно вдоль поля, вдоль поляного момента будет иметь значение. Вот мы про нее выбрали, ее бы выбрали, ее забыли. И тогда задача оказывается той же самой, что и была раньше. У нас имеется единственная частота, которая характеризует состояние фотонного поля, это модуль волнового. Теперь у нас имеется модуль волнового. И у нас имеется характерная частота перехода. Да, я еще должен был написать, дописать, я должен был вот сюда, и у меня атомов. У меня атомов имеют следующий вид. То есть они все одинаковы. То есть все они, допустим, имеют энергию Омир 0, сумму Омир 0, и мы имеем SZGT плюс 1 поляризация. Тогда, если все атомы находятся в основном состоянии, выбранном направлении стверки сюда, то это величина будет минус 1,2, и мы получим просто 0. Наоборот, если SZ 1,2, то мы получим резонансную частоту 3. Значит, вот это первый пункт. Соответствующий первый пункт – это переход. 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 Такой же, как пилот модели. Вот с другой гормонкой. Второй момент аналогичен тому, что мы живем без эфирной поверхности. Здесь нет эфирной поверхности, но здесь есть резонансная частота перехода. И когда в это взаимодействие с полем мало, по сравнению с резонансной частотой перехода, то мы можем сказать следующее, что все процессы… Вот, допустим, у нас имеется закон дисперсии ОМК как функция К. Это световой закон дисперсии. С на К. С равно 1. Вот. Теперь пусть у нас имеется резонансную частоту ОМК. И тогда мы знаем, где мы предполагаем, что нас будет в основном интересовать область энергии вблизи вот этих энергетиков. Ну, физически, например, мы знаем, что к чему приводит в случае одного атома наличие взаимодействия. Потому что у вас линия излучения атома перестаёт быть бесконечно узкой, она приобретает конечную ширину. Но эта ширина всегда намного меньше, чем сама энергия этой гиперты. То есть переход расширяется наличью порядка Капа. Это развитие, мы ожидаем, тоже порядка Капа для одного атома или, допустим, как-то МКапа для случая нескольких атомов. Но, как или иначе, мы считаем, что у нас это разметило. Мало по сравнению с величиной атомами. И тогда мы можем ограничиться окрестностью КМ, которые есть в постановлении. И тогда это буквально аналог того, что мы делали лишь шлаб на ферменную поверхность. То есть мы разложим вот этот модуль Кап в КНО и в МКапа. И сделаем точно так же, мы лишним ферментилиану формы красности, введём эффективную координату Х, и мы получим следующее. Мы точно так же разложим частоту модуль Кап, и мы получим 5 атомов. И мы получим 5 атомов. Не а на следующее, а 2 атомов. Омегомер. Раскладываем все в виде омегомер. Сумма К. И мы получим 2 а плюс n колонды. А колонды. То есть просто число фотонов. Это число фотонов. Это число фотонов. Сейчас, извините. Плюс сумма по G. И к этому добавится существенная часть. Добавится интеграл в Х. А плюс атомов. Минус и и и. А плюс атомов. Сумма. А плюс x. С минус плюс. Сумма. Сумма. А плюс x. Сумма. А плюс x. Сумма. Сколько разрывается? Где вот этот большой спин. Это просто сумма всех спин. С плюс. Сумма по G. Сумма по G. Сумма по G. Сумма по G. Минус, а почему можно вопрос? Да. Какой обычно считается наиболее вносящий вклад в данном фресе? Задачь механизм уширения. Распад. То есть конечное время жизни? Да, конечное время. Другого? Ну, собственно, да. Разве упокоиться тут не трогает? Это гометодовая система. У меня нет никаких источников диссипации, за исключением следующего. Что если вы возбудили алта, это состояние не является точным состоянием этой системы. Поэтому оно будет распадаться. И этот распад можно описать разными способами. с помощью матрицы плотности делали. А можно описать и в таком последовательном квантовом способе, ведя вообще все состояния и атома, и поля, и переплетений. В общем, вся большая информация будет здесь сидеть. Ну вот, хорошо. Значит, вот что такое этот оператор? Что-то не удержусь все-таки, спрошу еще. Вот если взять реальную систему атомов, то у них будет еще взаимодействие друг с другом за счет кулоновского поля, которое...